Универсиада Кайзет. Инструкция по выживанию. Новый проект в новостях Прима. Наш Давид Абаджан неделю провел на студенческих играх в Алматы. Пока все журналисты снимали официальную часть, он общался с простыми казахами. Что они думают об универсиаде, чтобы Красноярск учился на чужих ошибках? Досмотрите серию до конца. Для самых внимательных есть подарки. Зима, снег и небольшой мороз. Если не знать, что мы не в Красноярске, а на юге Казахстана, то и не догадаешься. Но это, друзья, Алматы. Город, который дышит универсиадой. Всю неделю мы будем рассказывать, как он изменился с приходом этого спортивного события, как здесь живут люди и, собственно, что нас ждет в Красноярске через два года. Ну а в первой серии все подробнее изнутри нам расскажет один из тех людей, который лучше всех, пожалуй, знает город. Это таксист. Первое, что бросается в глаза во время поездки в такси – работа городских служб. Снег на улицах убирают в авральном режиме день и ночь. И в плане чистки они во время Олимпиады потрудились очень хорошо. Дороги чистые. А до как было? Ну, послабее было. Плохо работали. Изменились к играм и сами дороги. Расширены полосы, построены развязки, которые ведут к спортивным объектам. Кстати, всего возведены две новые арены. Подъезжаем к первой. А это, пожалуй, самое популярное место для фотосъемок. Здесь фотографируются абсолютно все – и туристы, и местные. Потому как здесь находится факел. Скоро такой же будет и в Красноярске. Кроме того, на главной площади перед Алматы-ареной мы видим символ универсиады – это сокол Сункар. Ну и, соответственно, самая большая хоккейная арена города – Новая Алматы-арена. 12-тысячник во время игр принимает церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию и керлингу. Но и после студенческих игр, уверены местные чиновники, арена не запылится. Здесь смонтировано высококлассное цветовое и звуковое оборудование. Оно отвечает требованиям самых высоких райдеров, зарубежных и местных артистов. И у нас на сегодняшний день, на этот год, есть запланированных и подписанных контрактных договоров примерно на 30 мероприятий этого года. Едем с таксистом дальше. Вообще Алматы можно назвать городом «в клеточку». В центре переплетаются десятки небольших улиц, и на карте мегаполис похож на лабиринт. Поэтому в почти двухмиллионном городе даже при наличии метро пробок не избежать. Хотя, похоже, во время универсиады чудеса случаются. В городе пробуйте, есть, конечно. Дорожно-подвольная служба, ребят, конечно, молодцы. Во время Олимпиады разгрузили город. И все же минусы от студенческих игр тоже есть, уверяет наш таксист. Говорит, автолюбители подозревают, что из-за универсиады городской бюджет в Алматы начали пополнять за счет водителей. Однако на зарплатах, ценах на продукты и бензин игры не сказались, уверяет наш гид. Подъезжаем к следующему объекту, уменьшенной копии первого. Этого красавца, который принимает хоккейные матчи, построили за два года. Директор Красноярской строительной компании Константин Егоров, посетивший в Алматы все спортобъекты, рассказывает, это нормальный период для возведения качественного спорткомплекса. Сроки на подготовку, что у нашей стороны, что у Казахстана примерно одинаково идут. Поэтому все сроки реальные, они выполнимы. Многие объекты Красноярской универсиады строятся с опережением графика. В строительной компании Сибиряк рассказывают, к концу этого года ряд сооружений будут готовы. Старт комплекс с лыжным стадионом, комплекс «Радуга» и тренерский блок «Снежный» в Академии зимних видов спорта сдадут к декабрю. Жилой комплекс «Перья», где будут жить спортсмены и волонтеры, возведут к октябрю. Ну а на днях строители показали властям комплекс «Сопка». В июне он будет готов к сдаче. Это раньше срока на год и три месяца. Здесь самих соревнований не будет, но готовиться к стартам спортсмены будут тут. Да и вообще, это очень важный объект студенческих игр. Корпус «Б», где вы были, там у нас лаборатория находится в АДА, то есть антидопинговые контроли там будут первые. Во-вторых, там ФНБА, там будет стоять кревокамера, там будет стоять барокамера, и там будет стоять шестиметровая беговая дорожка для лыжников. То есть это восстановительный период, это то, что нужно для спортсмены. Итак, в первой серии проекта мы рассказали, как изменился город Алматы и какие новые объекты там появились. Если вы смотрели внимательно, то сейчас можете выиграть вот этого соколенка, это символ универсиады. Я подарю его тому, кто правильно ответит на мой вопрос. А звучит он так. Какая вместимость у самой большой арены Алматы? Ответы присылайте на наш номер в WhatsApp и 20-й правильно ответивший телезритель получит приз. Удачи!